Судьба человека. Мы часто не задумываемся о происхождении слова судьба. По-славянски судьба означает суд Божий, то есть это особое Божие отношение к нам, особый Божий путь, который приготовил Бог для каждого человека. В чем наша судьба? Каким будет Господний суд для нас? Сегодня мы продолжаем тему суда. Наш сегодняшний урок называется «Час его суда». Мы знаем, что все события, которые происходят на Земле, они тесно переплетены с теми событиями, которые происходят на небе, в небесном святилище. Что же такое это небесное святилище? Если мы спрашиваем у людей, мнения разделяются. Некоторые говорят, это буквальный объект, физический объект в небе, который находится, и Христос физически входит из одного помещения святилища в другое святого святого святых. Другие же люди говорят о том, что Бог не живет в тех измерениях физических, в которых живем мы. Следовательно, как может Бог, будучи Духом, находиться в каком-то физическом помещении? Что такое святилище? Как нам его понимать? Святилище на небе. Как нам понимать вообще этот феномен? Вот ты хорошо поставила эти вопросы. И уже в постановке своей ты показала главный изъян того, как люди часто рассуждают на библейские темы. Они дают определенные философские рассуждения, не пытаются прежде всего как-то какой-то логикой, философией постичь эти вещи. Но как библейский экзегет я такими вещами не занимаюсь. Экзегеза – «экс» означает «из», а «эго» означает «вести». То есть моя цель – вывести из текста. То есть вот поэтому нам нужен… То есть все, что я могу использовать для ответа на твой вопрос – это конкретные факты, записанные в библейских текстах. Ну вот давай откроем Откровение 11.19. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса и громы, землетрясения и великий град». То есть вот это Иоанн видит, да, то есть сама книга Откровения Иоанна, она очень четко показывает источники, которые, значит, Иоанн использует. Вот у нас Откровение 1.1. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну». То есть ангел показывает Иоанну, Иоанн видит. Откровение 11.19. Что мы прочитали, Иоанн видит? «Ковчег завета». «Ковчег». Что еще он видит? «Отвершийся святое святых». «Храм». «Храм». «Божий на небе». То есть Иоанн видит храм, который есть на небе, в нем он видит ковчег, причем видит он храм небесный неоднократно. Вот откроем Откровение 15.5. «И после сего я взглянул, и вот отверстся храм скини, свидетельство на небе». Вот, то есть опять мы видим тот факт, что Иоанн видит храм. Так? Ну, да, посмотрим еще некоторые, что может видеть Иоанн. Вот откроем Откровение 8.3. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Что это? Что видит Иоанн? Он видит то, что человеку невозможно понять. Молитва, что есть вообще бестелесным, какой-то метафизическим, не предметом, даже не знаю, как это назвать, понятием можно взять, положить на кадильницу, так? Положить на золотой жертвенник молитвы можно. Что это за золотой жертв? Это оксимарон вообще совмещения несовместимого. Ну, факт есть факт. Мы читаем библейские факты. Как мы их интерпретируем, это уже другой вопрос. Но что мы видим? Что здесь еще, кроме молитвы, фимиам, что еще видим? Мы видим предметы храма. Да. То есть вот золотой жертвенник, который перед престолом. То есть вот, ну и еще один интересный факт из книги «Откровение». Вот откроем «Откровение», первая глава, двенадцатый текст. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и обратившись, увидел семь золотых светильников. А что это? Семь золотых светильников – это также от минора, которая находилась в храме. Правильно. Но от них изгодил голос, получается, от светильников. Интересно. Ну, значит, кто-то стоял и говорил, и он обратился, допустим, если я сейчас повернусь вот туда, и здесь вижу нашу аппаратуру, и вот если наш оператор меня позовет, и я его не вижу в темноте, я скажу, голос раздается оттуда. Означает ли это, что каждый предмет в храме указывал на Христа и являлся символом в той или иной степени самого Христа? Ну, может быть, не совсем так, но каждый предмет однозначно выполнял свою конкретную функцию. Например, мы видим в храме, в святиище, который построил Моисей, мы видим, что на Ковчеге обитала слава Божья, то есть на Херувимах восседал Господь. Так это было в Ветхозаветном святилище. Но вот внутри Ковчега, то есть над Ковчегом находился престол милости, по-гречески это хилострион, по-еврейски это кафорот. Именно туда кропилась кровь козла, который приносился в жертву для Господа. Вот, соответственно, внутри Ковчега находились скрижали. И также подле Ковчега находился свиток Торы, который Моисей закончил. То есть вот эти все моменты, они присутствовали в том святилище, которое по образцу небесного построил Моисей. А вот то, что мы читаем в книге Откровения, мы видим, Иоанн эти все предметы узнает. И Минору, и жертвенник благовонных курений, и Ковчег Завета. Вот, то есть он их называет, значит, он их видит. То есть и он четко говорит, что есть храм Божий на небе. То же самое, когда апостолы видели Иисуса Христа, и в один момент он становился невидимым для них. То видимым, то невидимым. Так был ли Христос в физическом теле, или это же Дух, который принимал очертания чего-то физического? Ну да, то есть те вопросы, которые ты задаешь и посвятили, и многие люди, да, то есть твои вопросы отражают, твой вопрос, или человек хочет пощупать и разобрать это на составные части. Библия нам не дает возможности это пощупать. Почему? Потому что, ну, наша попытка понять, а из чего это все состояло, вот, а как это разобрать, а из каких материалов там было на небе сделано святилище. Мой хороший профессор, доктор Герхард Хазель, когда преподавал нам в университете Андрюса, дал очень четкий ответ, из каких материалов сделано небесное святилище. Из небесных. Исчерпывающий ответ. Ну, настолько, насколько мы в состоянии это исчерпать. Проблема в чем? Проблема в том, что очень часто вот, ну, наши, мы пытаемся все уподобить каким-то своим понятиям. Вот. Ну, не всегда это возможно. Здесь, поэтому я говорю, я человек, который занимаюсь исследованием текста. То есть, то, что есть в тексте, я могу показать. Философствовать мы не будем. Не стану. Я категорически, исследуя Библию, отказываюсь философствовать, ну, потому что апостол Павел очень отрицательно говорит о философии. Вот, первое коринфянам, здесь Павел, ну, будем так говорить, очень четко и конкретно говорит, значит, о философии. Вот, двадцать первое коринфянам, первая глава и двадцать первый текст. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Да, то есть вот мир своей мудростью, София. То есть Павел пишет коринфянам о том, что вот своею, как говорится, философию, а философия, в общем-то, это уже в тот момент был определенный конкретный мыслительный аппарат с определенными конкретными рамками и так далее, не познал Бога. Ну, вот. Я, у меня был один хороший друг, и он был семинаристом в Заокске, вот, но в то время он принял решение, что он уходит в православие. Мы с ним вели дискуссию. Он мне задает такой вопрос, говорит, а почему ты используешь, объясняешь Писание Писанием? Я говорю, а чем же я еще буду объяснять? А он говорит, для того, чтобы понять многие вещи, надо философию знать. Я говорю, одну минуточку. Философию Аристотеля, Платона. Извините, когда Моисей писал эти вещи, Платон с Аристотелем еще под стол пешком не ходили. Вот, так я должен ихние методы применять для того, чтобы объяснить то, что написал Моисей, это, извините, полнейший абсурд. Так невозможно. То есть, но о чем здесь идет речь? То есть, чем является вот тот вопрос, который ты задаешь, он на самом деле очень емкий, герминевтический вопрос, потому что герминевтика – это наш подход к пониманию священного Писания. И когда мы говорим о Писании, вот лично моя герминевтика заключается в том, что священное Писание является для меня отправной точкой. И я уже через Писание пропускаю все, что угодно я вижу вокруг. То есть, к сожалению, далеко не все люди умеют и способны начать мыслить с Библии. Поэтому, когда человек читает «Святилище на небе», у него сразу же включаются определенные свои какие-то понимания, философские мозги, и он пытается пропустить то, что говорит Слово Божье, через какие-то понятия, от которых, в принципе, в общем-то, если человек обращенный, он должен отказаться, и взять Библию как первоисточник, как начало, и научиться мыслить по Библии, научиться мыслить так, как учат мыслить Моисеи, пророки, как учат мыслить Иисус, а не пытаться вписать то, что пишет Библия, в рамки своих каких-то вещей, которые научены там... Или нам понятным. То есть, другими словами, даже будучи людьми Слова, мы должны в какой-то момент говорить себе «стоп», об этом ничего не сказано, об этом ничего не написано, и нам, возможно, не стоит тогда пытаться. Объять необъятное. Так и есть. Что же означают слова «святилище очистится»? 1844 год ознаменован тем, что святилище будет очищаться. Если очищается святилище, это значит, что нечистота, которая находится в нем, переходит куда-то в другое место. Да, значит, вот это слово «очистится», так если взять этот момент, оно очень-очень интересное. Я уже упоминал такого известного богослова Десмонда Форда. Сам по себе он был человеком весьма разумным и неглупым. Что он обнаружил? Дело в том, что, ну, я уже неоднократно говорил, процесс осознания того, что означает текст Даниила 8.14, «2300 вечеров и утро святилища очистится», он, в общем-то, как бы, ну, нелегкий процесс был. На определенном этапе были такие последователи Миллера, Хирам Эдсон и Эдмон Крозир, Эллиот Крозир. Так вот, это они впервые предложили идею вот того, что Иисус заходит во святое святых. Откуда они эту идею взяли? Ну, во-первых, они прочитали о небесном святилище, что есть небесное святилище. Об этом говорится. Они взяли послание к евреям. Послание к евреям. Вот у них был текст, это была их такая, вот можно сказать, эврика такая, прорыв, да, потому что, ну, в чем суть проблемы была? То есть Миллер учил, вот святилище очистится, это типа придет Христос. Христос не пришел. Что делает Миллер после 22 октября 1844 года? Он начинает мыслить так, «А, наверное, я что-то не так посчитал». И вокруг него там Джошуа Лич, Джозай Лич и Джошуа Хаймс, его ближайшие, как говорится, сподвижники. И вот Миллер таким и умер. А Крозьер и Эдсон, они таки поставили себе задачу. Они не хотели, окей, ну, сколько можно пересчитать? Может, что-то не то они поняли? Никто не знает ни дня, ни часа. То есть, ну, вопрос, что означает этот текст? Ну, понятно, я уже говорил, очень многие просто отмахиваются и говорят, «А, это Антиох Епифан там ушел из святилища». Ну, там не подходит, там очень много не подходит. Этот Малый Рог на небо, Антиох Епифан не возносился ни на какое небо, не осквернял никакого небесного святилища. То есть, речь однозначно в книге Даниила, восьмая глава, если мы читаем, то о храме, который был в Иерусалиме во времена маковейских войн, там речи вообще не идет. Был ли это Христос, который при своем вознесении те грехи, которые он снял с человечества, вознес в храм небесный? Ну, тут однозначно. Вот если мы посмотрим об этом небольшом Роге, то вот что этот небольшой Рог делает. Откроем Даниил 8, 10 и 11. «И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть его воинства, и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего. И отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его». Вот здесь вот это слово «святыня», «святилище». Да? И здесь «вождь воинства небесного», и здесь «воинство небесное», и «не зринул на землю». Тут, как говорится, вот эти два текста, они интерпретацию об Антиохе и Епифане перечеркивают очень конкретно. То есть, если мы, как Десман Форд предложила, этот текст говорит об Антиохе и Епифане, вот, ну, тогда надо выкинуть 10-й, 11-й текст, и, может быть, тогда получится полная белиберда из этого, из этой... Из этого и главы. То есть, невозможно выкинуть стихи из главы, чтобы подтянуть это к определенной теории. Но Десман Форд, он был, как говорится, не так просто решил вот сказать, окей, не будем интерпретировать традиционно 14-й текст. Вот я возвращаюсь к той проблеме, которая была у Крозье и у Эдсона. Да, вот сразу на фоне вот этого великого разочарования, что Христос не пришел. Вот, проблема у них стояла. Что означает? Что это за святилище? Вот, и тут Эдсон читает текст, записанный в книге «Послание евреям», 9-я глава и 11-й текст. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скиньею, нерукотворенную, то есть не такового устроения. Да, что это за скинье? Вот об этом у нас более подробно описано в «Послании к евреям», 8-я глава, 1-й и 2-й текст. «Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого спервосвященника, который воссел одесную престолу величия на небесах, и есть священный действователь, святилище, и скинье истиной, которую воздвиг Господь, а не человек». То есть вот эти вещи увидели Эдсон и Крозьер под конец 1844 года. Они начали молиться, осознавать, и они поняли, что речь идет о небесном святилище. То есть они увидели, что Малый Рог вознесся не просто, как говорится, до воинства небесного. Здесь они читают о Христе, первосвященнике, вожде воинства небесного. И них тогда, ага, так это, как говорится, оказывается, речь идет об очищении небесного святилища. Святилище очистится, они сразу же, книга Левит, 16 глава и 16 текст, и они сразу же по симфонии увидели вот этот стих. «И очистят святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их». О, тут они сразу же увидели об очищении святилища и, прочитав в контексте, поняли, что это день очищения, Йома Акипурим, в который первосвященник заходит во святое святых, кропит кровью козла для Господа на верхнюю часть ковчега, которая называется Кафорет, место умилостивления или место благодати, можно так это перевести. Потом выходя... И вот это очищает святилище, и потом приходит первосвященник козлу, который выбран для Азазеля, и возлагает все эти грехи на козла, которого изгоняет в пустыню. И они себе окей. Так это получается, этот Йома Акипурим, который описан здесь, вот этот день очищения Левит 16 глава, он, оказывается, является прообразом, что, оказывается, Христос, ведь первосвященник, значит, он вошел во святое святых. Ну и отсюда вот пошло учение, то есть авторами его как раз являются Хирам Эдсон и Элиот Крозир, вот о том, что в 1844 году во исполнение пророчества Даниила 8.14 Христос, первосвященник, начал последнюю, заключительную фазу дня очищения, то есть перешел во святое святых. Вот. В чем проблема была у Форда? Проблема была у Форда в том, что по-английски написано «The sanctuary after 2300 evening warnings, then the sanctuary shall be cleansed». Вот это слово «cleansed» очистит. Оно появляется то же самое в Левит 16.16. Вот. Опять же, проблема в чем? Когда мы смотрим на греческом, используется слово «катаридзо» и там, и там. Очистит. Вроде все хорошо. А Форд обнаружил, что на еврите там употребляется в Данииле 8.14 слово «цадак» «вынецдак-кодыш». А здесь слово «кипер-аль», то есть «кипур». То есть что такое «кипур»? «Кипур», так, чтобы кратко объяснить, это когда мы возлагаем… это процесс снятия греха. То есть «кипур» – это когда человек может снять с себя грех, возлагая его на кого-то другого. Вот, например, когда, допустим, грешник приходит в освятилище с овечкой, он должен обязательно возложить руку на голову этой овечки, и там написан Левит 1 глава 4 текст и будет «кипур». То есть грех, который на грешнике перейдет на овечку, а овечка умрет. То есть процесс очищения грешника происходит в этот момент, но не процесс очищения мира как такового. Смотри дальше. Теперь, когда священник берет жертву, мясо жертвы за грех и кушает его, то это он делает кипур грешнику. То есть теперь грех уже на священнике. Когда первосвященник входит во святое святых, крапит кровью козла для Господа на верхнюю часть ковчега, он делает кипур. То есть он забирает грехи со святилища, которые на протяжении ритуального года священники рядовые занесли во святилище, вкушая жертвы за грех на святом месте. И он это все несет на голову козла для Азазеля. И таким образом, мы видим, происходит процесс кипура. То есть это моделируется процесс решения вопроса зла. То есть решение вопроса зла за своего образа, как работает страховая компания. Предположим, человек едет, и кто-то впереди него, причем даже специально, резко затормозил, он влетает, не в состоянии остановиться, он его ударяет в задний бампер, оттуда выходят пострадавшие пассажиры, значит, начинается судебный процесс. И, значит, страховая компания покрывает не только ущерб заднего бампера автомобиля пострадавшего, не только ущерб переднего бампера того, кто наехал, но еще и медицинские расходы тех, кто является пострадавшим. Это на протяжении многих лет, лет 20 назад в Бруклине была такая схема выкачивания денег со страховок. И поэтому, что оставалось страховой компанией делать? То есть если водитель, который вот въехал, у него купленная страховка, он застрахован, ну, страховая компания должна выполнять свои обязательства. То есть фактически для этого страховка работает. То есть если я имею какую-то проблему, страховая компания берет на себя мою проблему. Обязательно она потом поднимет платеж. Платеж-то она поднимет, но другая сторона вопроса, они начали смотреть. Что-то очень часто встречаются такие аварии, и что-то мы очень часто много платим. И они начали исследовать, и оказывается, обнаружили кучу банд мошенников, которые занимались вот такими делами. То есть результат какой? Страховая компания не захотела постоянно покрывать проблемы своих клиентов. она обратилась к соответствующим органам правопорядка, которые проделали следствие и посадили всех тех, которые занимались этими мошенническими схемами. От водителей до адвокатов, до врачей, которые это все дело, как говорится, фальшивки проподсовывали, до организаторов этих банд. Вот это как можно сделать иллюстрацию, что такое процесс Кипура. То есть приходит грешник с грехом, Бог берет его на себя, он покрывает. То есть вот это суть первосвященнического служения. Но мы уже неоднократно говорили, Христос жертва за грех, но не грех, не виновник греха. То есть в конце концов процесс Кипура является завершенным только тогда, когда истинного виновника зла на него возлагают полную ответственность. Но Христос как жертва, Христос как первосвященник, он временно, чтобы освободить нас от груза греха, он временно берет на себя наказание, ответственность за этот грех. Хотя сам его не совершал, но берет. То есть вот это вот процесс называется Кипур. Это то, что происходит во святилище. Проблема с Даниилом в 1814 в том, что там слово Кипур не употребляется. И Форд это обнаружил. И решил все это дело выкинуть на мусорку. Вот. Но там есть интересное слово, что Форд не доработал. Это то, что слово цадак, это слово оправдать. Это слово оправдать. то есть 2000 вечеровый утр, да, то есть где Форд пошел неправильно. А, святилище очистится. Это вот, значит, Маковеи вошли в оскверненный храм этим, как говорится, Антиохом и Пифаном, и там что-то очищали. Вот. То есть Форд сделал своей теорией противоречия. Он сначала сказал, там слово очистится, не используется, а потом сказал, они очищали это во время Маковейских войн. То есть вот она и проблема. Меня часто спрашивают, а в чем проблема Форда. А вот в этом-то проблема Форда и была, потому что значение слова цадак, он не раскрыл. А если это значение раскрыть, то цадак это оправдать, это судебный термин. То есть если мы поставим, и уже в предыдущих уроках мы исследовали седьмую главу книги пророка Данила, там Малый Рог является преследователем святых Всевышнего, там Малый Рог значит отменяет времена и закон, и там Малый Рог значит чтобы лишить его силы убивать и преследовать, приходят судьи и начинается суд. А в восьмой главе то же самое. Тот же Малый Рог только если в седьмой главе его деятельность описана с политической юридической грани, то в восьмой главе с культово-религиозной грани. То есть там овен, козел, те же самые империи, Медоперсия, Греция, но только уже языком жертвенных животных. И то, что делает Малый Рог, он забирает, как мы прочитали в одиннадцатом тексте, он забирает у вождя воинства ежедневное первосвященническое служение. Вот. И фактически происходит как бы такое, что по-английски называется identity theft, кража личных данных. Вот. То есть происходит имперсонация такое вот, да, и вот в этом случае, когда происходит кража, вот что происходит, когда, на что это может быть похоже. Вот если, допустим, на твое имя значит открыт кредит, и ты смотришь, тебе приходит Билл, что оказывается, ты у дилера такого-то купила какой-то супер-упер дорогой там Бентли, и тебе 3000 долларов в месяц надо платить. Ты давай туда звонишь, в этот банк, это не я, нет, это вы, это не я, нет, это вы. Надо нанимать адвоката, чтобы он так и доказал, что это не ты. Вот. Это только кто-то украл твой социал секьюрити, понимаешь? То же самое и здесь. Что делает Малый Рок? Он крадет у Иисуса его право, его служение. Что для этого нужен? Святилище должно быть оправдано. То есть если тебе пришел Билл, и ты его просто, а это не я, и ты его игнорируешь, то тебя обвинят в неплатеже, в краже, в чем-то другом. Но если ты идешь к адвокату и говоришь, надо решить вопрос, то в конце концов ты оправдана и ты кредит не брала. Точно так же и здесь. Святилище будет отправданно. То есть 2300 вечерого утра, вот Даниил 8-14, часто многие пытаются связать это исключительно там с культовым аспектом, но сам текст святилища будет отправданно. Это юридический момент. Каким образом святилище в данный момент проходит этот этап оправдания? Ведь мы знаем, что множество людей продолжает использовать, ну как бы Антихрист, да, он продолжает воровать вот эту identity Иисуса Христа и призывает к себе на поклонение, на исповедание грехов, не направляет человека к вечному Богу, а к себе. То есть ничего фактически не поменялось, эта система существует. Как же тогда очищается, оправдывается это святилище? Дело в том, что если мы прочитаем об Антихристе, то тут надо не забывать вот такую очень важную вещь. Откроем Данила, 7 глава, 25 и 26 текст. И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. То есть мы видим этот Антихрист, который имперсонирует первосвященника Христа, да, то есть что он делает? Он забирает у него томид. Об этом написано у нас в 11 тексте 8 главы. Он забирает томид. Томид это ежедневное посредническое служение, да. Ежедневно первосвященник приносит жертву двух агнцев, ежедневно возжигает поддерживает вернее чтобы минора светилась светом, ежедневно воскуряет фимиам, ежедневно надевает ефоды перед Господом, носит имена сынов Израиля. Это ежедневное посредническое служение. Вот что делает антихрист? Он как раз отбирает это, что он, как ты выразилась, да, он говорит, значит, без, и, кстати говоря, когда мы об этом говорим, сразу же стоит заметить, один и самый важный титул римского папы, который он приобретает к концу шестого века, вот это понтификс максимус, то есть главный верховный первосвященник, то есть это очень, это даже патриарх Константинопольский в 1054 году, написавший анафему на папу римского, он сказал, ты носишь титул первосвященника, титул, принадлежащий Христу и ему единому. То есть даже православные с этим не согласились, вот, потому что тут, ну, очень конкретно идет имперсонификация, ну, и все ритуалы, которые существовали в католицизме, ну, и православие тоже. Это все моделирование храмового служения, вот, через, и вот эти таинства, да, то есть таинство – это моделирование храмового служения, а человек спасается, когда он эти таинства, как говорится, принимает. То есть церковь – это источник вот этих таинств, которые человек должен принимать, и без которых, ну, он спастись не может. Вот. Но вот здесь у нас написано, особенно, когда мы говорим о папстве, да, потому что, ну, конечно, православие хочет быть первой такой главной религией, но четко по истории Библия говорит, что первоначально это, конечно, католицизм, поэтому все характеристики малого рога частично подходят под православие, но полностью подходят только под папскую религию, потому что именно элемент первосвященничества здесь. Но написано так, что только на ограниченный срок будут преданы в руку его, да, то есть до времени, времен и полувремени, а затем воссядут судьи, то есть срок заканчивается, время, времена, полвремя, и после этого начинается судебный процесс, который отнимает власть, вот, что это за время, времена и полвремени. Вот если мы прочитаем об этом периоде в книге Откровения, 12 глава, вот, если мы откроем 12 глава и 6 текст. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Окей, 1260 дней жена убежала в пустыню, запомним, и та же глава, 14 текст. И данной были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Одинаковые? Временной отрезок. Одинаковый временной отрезок. То есть 1260 дней пророческих это годы, потому что все остальное в пророчестве Данила мы увидим и 77, это все переводится в годы. То есть это 12,5 столетий. Этот период длился от Юстиниана, императора византийского, который хотел восстановить Римскую империю и уже даже издал кодекс, которым и указывается особая роль римского епископа как главы церкви. То есть это дало право Риму стать главным городом в церкви, главной церкви, как говорится, центром церкви. Это все благодаря Юстиниановому кодексу. И именно это дало церкви, особенно в Западной Европе, потому что Римская империя не была восстановлена, этому помешала пандемия чумы, поэтому Римская империя продолжала, как говорится, мы уже говорили, и Священная Римская империя и так далее, но то есть католическая идеология уже тем не менее осталась. То есть власти из Константинополя над Римом не было административной, а вот церковная власть появилась. Ну, как бы была дана Риму таким образом, но вот эта церковная власть, она заканчивается 1260, ну вот, 12,5 веков проходит, и если мы посмотрим, да, Юстиниановы войны происходили в середине 6 века, ну, а если мы прибавим 1260, то мы получим период Наполеона. То есть Наполеон таки упраздняет церковные институты, самое главное, он ликвидирует священную римскую империю, и фактически начало 19-го, особенно к середине 19-го, была способность убивать и гнать, она минимизировала, она таки отобрана была, то есть судьи сели, то есть 1260 дней закончилась, проходит еще 50 лет там, и вот когда начинается суд, то уже этой власти преследовать, гнать уже нету, вот это то, о чем пишет Библия, да, обрядовость осталась, но если мы посмотрим на историю католической церкви, то мы видим, что это уже совершенно не то учреждение, которое было в западной Европе в средние века, то есть в каком смысле? Идеология осталась, а власти не осталось, и церковь вынуждена приспосабливаться очень сильно, да, мы видим, например, что при объединении Италии была ликвидирована папская область, то есть папа перестал быть царем, ну, там Муссолини восстановил какую-то такую государственность, но Ватикан как государство, оно реально не существует, да, есть папа как глава государства Ватикан, но в реальности, извините, это собор Святого Петра, вот так его можно обойти, там нет ни своей полиции, есть там швейцарская гвардия, ну, там, как говорится, налоги государство не собирает, то есть сравнить и посмотреть, что было в папской области на протяжении столетий, с тех пор, как Пипин короткий утвердил это государство и что дал Муссолини, ну, это несравнимые вещи. Что мы видим? Мы видим католическая церковь дискредитирует себя во время Второй мировой войны, капитально дискредитирует, дело в том, что и папа Пи-12, а Пи-11, вот, они поддерживают фашизм и нацизм, они считают, что, да, вот, коммунизм это так плохо, вот, все, а Гитлер против коммунистов, то мы будем поддерживать Гитлера. Это потом так срикошетило по церкви, что пришлось решать некоторые вопросы кардинально, вот, и, в частности, Второй Ватиканский собор, ну, там огромные были изменения в том, как церковь представляет себя обществу. Если, допустим, в книге «Великая борьба», там мы встречаем цитаты того же Пия X, он был агрессивный очень папа, как раз это время, когда была ликвидирована папская область, там они такую риторику использовали, вот, что мы там самое главное и так далее. Они поняли, что это бесполезная риторика, в 1962 году Второй Ватиканский собор всю эту риторику изменяет, прекращает называть протестантов еретиками и начинает вести очень интересную политику. Эта политика, она сработала. К 2017 году протестантизм как таковой заявил сам, что их проблемы с католицизмом полностью исчерпаны. То есть вот эта мягкая политика, вот это отказ, например, от идеи, что евреи проклятый народ, чем, конечно же, только могу порадоваться, но как бы вот эта вот политика, она приводит к тому, что протестанты понимают, что они свою задачу выполнили, и 2017 год очень интересное знаковое событие, 500-летие реформации и фактически ее закрытие. то есть сейчас католицизм тоже очень интересно себя позиционирует после серьезных педофилических скандалов, которые были, гремели на всю, как говорится, на весь мир. Сейчас новый папа, очень либеральный папа, и ведутся разговоры о толерантности к сексуальным меньшинствам, и даже рассматривается вопрос разрешения однополых браков. То есть церковь пытается, изменив свой имидж, сохранить свое влияние на общество. Как адвентист церкви, как стоит вообще в этом всем себя позиционировать? Стоит ли являться на эти всеобщие собрания или же держаться особняком? Как лучше? Ну, на собрания можно с разными целями являться. То есть тут как бы этот вопрос очень большой. Но поднимается часто хайп, как только президент церкви адвентистов хоть как-то ассоциируется с католиками, хоть где-то он с ними там пересекается, общается, сразу же вот, все, мы теряем свою идентичность, мы входим в это общество зверя. тема очень большая и как бы знаешь как, хай некоторые поднимают, потому что они очень заинтересованы в этом хае. Вот, поэтому очень многие вещи раздуваются, преувеличиваются, ну, потому что те, кто этот хай поднимают, ну, им нужны подписчики, им нужна поддержка, им выгодно представить. То есть это тоже определенные такие личности, которые, в общем-то, хотят представить образ адвентизма в совершенно неправильном виде, там, выхватывают какие-то факты, там, ну, доходят иногда до абсурда, вот, там, то есть, ну, как говорится, люди, а многие люди не умеют различать между нашим доктринальным и пророческим пониманием малого рога и отношением к католическим верующим. Скажите, пожалуйста, что касается людей, исповедующих ислам? Они до сих пор приносят жертвы и служат Аллаху. Что с ними вообще произойдет, принимается их жертва или не принимается? Наверное, о жертвах, которые в исламе приносятся, сказано слишком громко. Дело в том, что в исламе не приносятся никакие жертвы. Есть просто праздник Курбан-Байрам. Он основан на легенде. Ну, почему эта легенда? Потому что священное описание, которое Мухаммед уважал, в частности, в Коране об этом написано, что мы читаем Таура. То есть Таура – это Тора. То есть в Торе написано, что в книге Бытие 22 глава жертву Исаака Авраам должен был принести жертву Исаака. Ну, в исламской интерпретации это Авраам Ибрагим приносил жертву Измаила. то есть поэтому в честь этого они режут баранчиков и кушают их. Это не является жертвой. Они свои грехи не возлагают на жертвенное животное? Нет, нет. В исламе это все я, честно говоря, конечно, не могу себя назвать специалистом по исламу и ответов на многие вопросы касательно что Коран пишет. Я не знаю. Мне самому было бы интересно, что ислам говорит о возложении грехов, но в исламе я ничего не слышал, никаких моментов связанных с Йом-Кипуром. Поэтому если кто-то нас смотрит, то лучше меня разбирается в исламском богословии и точно знает ответ, как, например, в исламе воспринимается очищение святилища, говорят ли они вообще об очищении храма, то есть о котором написано в книге Левит, то, конечно, я буду рад прочитать ваши комментарии на этот счет. Ну и также хочу вас призвать помочь нам, поставив ваш лайк под этим видео. Что касается иудеев, как наши бедные иудеи выживают без храма со всеми своими грехами, куда они их девают? Ведь они же читают, что должен быть их грех переложен куда-то. Как они вообще сжились с мыслью о том, что не на кого переложить грех? Ну вот перед тобой сейчас сидит бедный несчастный иудей, который над этим вопросом в 90-м году задумался, очень серьезно задумался, вот, и понял, что ни на кого другого, как на Мессию Израиля Иешуа я свой грех возложить не могу. Вот. Я такой не один и всякий бедный несчастный иудей, который понимает, что он грешник и что он нуждается в покаянии, так он так и начинает искать своего Мессию в Иисусе из Назарета. Но большинство же иудеев как-то оправдывают себя другим образом. Если мы, я не знаю, большинство, не большинство, можно говорить так, иудаизм. С времен в общем-то евангельских, видя, допустим, то, о чем учили фарисеи, очень четко можно проследить. Иудаизм даже с ранних времен понятие греховности природы человека не воспринимает. То есть, ну, пророк Исаия, 64 глава, 6 текст. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наше, как ветер уносят нас. Исаия неоднократно пишет такие вещи, что вот мы грешные, мы нас беззаконие, наша праведность, как запачканная одежда. То есть, учение о греховности человека, и вот Исаия в своей книге, он конкретно подводит, что решение этой проблемы только через Мессию. Но, к сожалению, иудаизм ранней времен Иисуса, он эти слова не особенно воспринимал серьезно, и поэтому в иудаизме в общем-то сложилась такая традиция, что вообще в иудаизме мало говорят о грехах. Если в иудаизме говорят о грехе, то исключительно вот в контексте «а что я кому плохого сделал?» то есть, то есть, когда в иудаизме сегодня отмечается Йом-Кипур, то, ну, как бы, что большинство религиозных и даже не очень религиозных иудеев делают, ну, они ходят, просят прощения там, то есть, друг у друга. То есть, я помню, допустим, часто, вот, если вопрос, допустим, скажешь, вот мы, «ты же грешник!» Иудей ответит «а что кому я плохого сделал?» То есть, иными словами, это проблема иудаизма, это проблема раввинистического иудаизма, когда вот понятие грех и греховность ограничивается на практике исключительно проблемами межчеловеческих взаимоотношений. А вот проблемы взаимоотношений с Богом «ну, а что проблема?» Вот, все хорошо. То есть, фактически, Мессия как таковое не нужен, а если и нужен, то не для прощения и грехов, не для искупления, а просто для восстановления былого могущества. Именно так ты правильно отражаешь эту мысль. То есть, в этом часто я вижу, например, у меня есть много друзей там, с миссионерских организаций, там, евреи за Иисуса, и многие меня спрашивают христиане, вот, так почему там им не рассказать о Христе, почему они пророчества не читают. Самая главная проблема в иудаизме это не в пророчествах о Христе. Дело в том, что иудей не научен понимать то, что вот есть грех и греховность человека. И поэтому ты, если начать, то есть, если начать, а вот, прими Христа, а зачем? А он тебе грехи простил. Чего? Но если пойти от обратного, если же доказать иудею, что Христос был тем Мессией, и он на основании книги пророка Даниила, пророчества о седминах, если он примет то, что это все-таки был Христос, и тогда обратить внимание на учение Христа, тогда ему станет ясно многое. Но как евреи могли, читая это пророчество, не увидеть то, что оно исполнилось во Христе, хотя там по датам просто расписано? Ну, это с христианской точки зрения об этом легко рассуждать. Вот, с точки иудейской, вот, как я, зная, значит, раввинистическое учение, зная, чему учат в синагогах, то, как бы, здесь все упирается в понимании книги пророка Исаии. Это ключевая книга. Для меня это самая вообще любимая книга, самая, что ли, главная книга Библии. Без этой книги Евангелия для меня не существует. Вот, для Иудея, вот, книга пророка Исаии, к сожалению, закрытая книга. Вот, потому что они ее читают вот, очень-очень отрывочно, так сказать. И в этом проблема. Скажите, пожалуйста, учение о святилище, для чего оно дано вообще нам? Зачем нам понимать все эти процессы, которые происходят там на небе? Как оно, необходимо ли оно для нашего спасения? Однозначно, потому что, что такое вообще святилище? Вот, мы многие вещи представляем как модель. Да, то есть, допустим, нам моделируется погода, и вот мы видим на экране телевизора, как движется тот или иной ураган, и все такое. Вся эта моделировка, она красива для того, чтобы наглядно видеть. На самом деле, допустим, тот же метеоролог, что он видит у себя на экране своего компьютера? Он запустил воздушный шар, это зонд метеорологический. Этот зонд ему дал градиент температуры, градиент давления. Он это все расписывает по изотермам, по изобарам, и человек непрофессиональный посмотрит на это все. Ой, запутается, он не понимает. А потом он это все компьютеру дает, а компьютер уже нарисует красивый график, уже картиночка. Ого! Простому человеку становится понятно. Так, с запада на нас очередной раз движется циклончик и будет снег. Точно так же и здесь. То есть святилище, оно дает нам наглядное представление о плане спасения. Причем дает его с двух сторон. С одной стороны он дает нам представление очень четко о трех этапах спасения. Оправдание, освящение и прославление. Это через три основных вида жертвоприношений. Всесожжение, жертва за грех и очистительные жертвы. Во втором, с другой стороны, святилище дает нам очень четкое понимание этапов плана спасения и где мы сейчас находимся. Вот Пейсах он указывал на Голгоф, это прошлое. Вот Шавуот или Пейсятница указывала на заключение Нового Завета, это тоже прошлое. А вот Йом-Кипур, вот так это мы живем в Йом-Кипур, ага, а вот у нас Суккот следующий праздник, окей, так вот закончится Йом-Кипур и будет Суккот, то есть мы понимаем, где мы находимся. Знаю, что Христос на небе сейчас является нашим первосвященником. В чем здесь звучит благая весть для человечества? Моими самыми такими любимыми словами я для себя не так давно открыл пророка Аввакума. И вот что пишет нам, что говорит нам пророк. 20 текст 2 главы. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля перед лицом его. Книга пророка Аввакума описывает нам борьбу внутреннюю пророка с тем, что он видит зло, нечестие, страдания, и он не понимает Бога. А потом он приходит к выводу о Господе во святом храме своем. То есть тот факт, что Бог находится во святом храме своем. И в книге Откровения у нас показаны основные этапы исполнения вот этих символов, которые у нас вот мы разбирали. Левит 16 глава, очищение святилища. Вот эти все моменты, они показывают, что Бог держит все под контролем. Все произойдет в необходимое, нужное время для Бога. наша задача быть спокойными и уверенными, что Господь в этом храме своем. Помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за эту прекрасную весть о том, что Ты сейчас в храме своем совершаешь суд и подготавливаешь свое славное пришествие, после которого Твой народ наследует землю. Помоги нам, Господи, быть уверенным в том, что то, что Ты обещал, то Ты непременно исполнишь. Дай нам уверенность через Духа Твоего Святого. Просим Тебя и молим во имя Иисуса. Аминь. Аминь.